Погодные условия в 2018-м оказались благоприятными для жизни и развития маленьких, но опасных животных, клещей с укусами которых в медицинские учреждения Бреста и района за истёкший период обратилось порядка 1400 человек. Среди них без малого полтысячи дети. Очень много людей страдает, кто посещает дачные участки, а также на неустановленных зонах отдыха, то есть не оборудованы пляжи, также идет очень много укусов. Наступает сезон охоты за грибами, так называемой тихой охоты. Хочется обратить внимание, что надо быть особенно бдительным при посещении лесов. Также идет сбор ягод, клюквы, тоже стоит быть очень внимательным. Если сравнивать количество укусов в 2018-м и в 2017-м годах, то цифры разнятся несущественно, чего нельзя сказать о заболеваемости. И инфицированных клещей стало больше, и тех, кто заразился среди людей, тоже. В текущем году в Бресте районе зарегистрировано 8 случаев клещевого энцефалита и 49 лаймборелиоза, что в два раза больше, чем в минувшем. При укусах клещей возможна передача вот этих инфекций, особенно лаймборелиоза и клещевого энцефалита. При укусе клеща клещ передает вирус или бактерии человеку от диких животных, которые болеют данными инфекциями на сегодняшний день. Специалисты подчеркивают, клещи не падают на голову с деревьев. Эти членистоногие вообще редко поднимаются на высоту более полутора метров. А потому такие занятия, как сбор грибов и ягод, пикники на природе или работа на приусадебном участке потенциально опасны. Очень важно знать и соблюдать меры предосторожности. При длительном нахождении в лесу стоит устраивать самые взаимоосмотры каждые 30 минут, может быть, каждый час. Также можно при посещении леса обработать специальными средствами, репеллентами, сиденья машины, а также багажник. При приезду домой нужно внимательно осматривать дары леса, так как клещ может приехать и с корзинкой, на вещах, впоследствии быть незамеченным и укусить уже дома. То есть даже человек может не связать посещение леса с укусом клеща. Для тех, кто еще не знает, если избежать укуса не удалось, не надо паники. Первое, как можно быстрее снимите кровососущее с тела. Сделать это можно и самостоятельно. Можно обратиться в травмпункт клеща. Затем сдайте на анализ для выявления инфекции, а сами отправляйтесь к участковому врачу или инфекционисту для назначения необходимой лечебной или профилактической терапии.